Предыдущее заседание суда по делу о тройном убийстве на набережной Махаджиров было посвящено исследованию записей с камер видеонаблюдения, по которым следствие устанавливало маршруты машин преступников и потерпевших. Большинство видеозаписей были испорчены, а на тех, где машина злоумышленников была видна, обвинения и защита не смогли прийти к единому решению о том, видны ли серия и номер. Очередное заседание суда началось с ходатайства прокуратуры о повторном просмотре одной из записей на мониторе с более высоким разрешением. Мы хотели бы вернуться к третьему тому, флешкарте номер 3, к моменту, когда автомобиль Toyota Mark II движется по проспекту Леона, по направлению с первой центральной аптеки до Суэса. Спорный момент, где не были видны номера. Мы просмотрели его на более качественной технике, где разрешение монитора позволяет лучше увидеть, поэтому мы ходатайствовали вновь просмотреть этот эпизод, для того, чтобы снять сомнения о номерных знаках. Суд внимательно изучил видео, монитор сфотографировали и передали подсудимым, но стороны все равно не пришли к единому мнению. Обвинения считают, что номер А122РН отчетливо виден, подсудимые и адвокаты категорически не согласны. Второе ходатайство прокуроров о просмотре одной из записей, которая на предыдущем заседании открылась с помехами. Защита выступала против, суд ходатайства удовлетворил, но видеозапись снова просмотреть не удалось. Далее суд перешел к исследованию письменных материалов дела. Даур Амич поогласил требования информационного центра и адресную справку на подсудимого Эрика Чкадуа, а также рапорт о нарушении им домашнего ареста, протокол выемки телефона свидетеля Дианы Якубу Зунуглы, протокол осмотра этого телефона и ответ государственного таможенного комитета на запрос следствия по ВИН-номеру сгоревшей «Тойоты Марк-2». Транспортное средство марки «Тойота» модель «Марк-2» с иммуникационным номером ВИН-JZX-110-604-2811 было оформлено в режиме выпуска для свободного обращения по государственной таможенной декларации номер 6774 12 сентября 2019 года. Правление Япония, получатель Гечбэй Аляс Давидович, сумма 2292 доллара по курсу 65,4. Суд заслушал ответ на запрос в Сухумскую горбольницу о количестве поступивших потерпевших, протокол осмотра тела Доминики Акертава, форму номер один на Эрика Чкадуа, протокол выемки ресивера с автомойки, а также оперативные справки на убитых Шамба и Авицба, подсудимых Бганба и Чкадуа и обзорную справку по криминогенной обстановке. В последнем документе сказано, что одной из версий мотива совершенного убийства, возможно, является давнее противостояние Сухумского и Гудаутского преступных кланов. 24 августа 2017 года в город Гудаута прибыло криминальные криминальные авторитеты, так называемые воры в законе Дгебуадзе Николай Викторович по прозвищу Ника, 81-го года рождения, уроженец города Гагры, прописанный по адресу улицы Героев, 16 марта, дом 22, вместе с ворами в законе Дмитриевым Романом Викторовичем по прозвищу Рома Ставропольский, 70-го года рождения, и Исмаиловым Рошадом Мамед-Аглы по прозвищу Рошад Генжанский, на встречу с лидерами так называемого Абхазского клана воров Барцба Раулю Засимовичу по кличке Пыза, именуемый себя Гудаутским. Встреча происходила в кафе «Веранда» по улице Лакарба. В результате беседы произошел конфликт, в ходе которого перераз в драку, прибывшие криминальные авторитеты сбили с ног Барцба, где он достал пистолет и произвел несколько выстрелов нападавших, в результате чего он нанес огнестрельные ранения Исмаилову и Гебуадзе, после чего они были доставлены в ЦРБ города Гагры. По оперативным данным Гебуадзе прибыл в городе Гудаута для того, чтобы отомстить за свое избиение от гудаутских воров, имевшие место в городе Гагры ранее. Гебуадзе является сторонником преступного клана воров в законе Кардава Гелы Роминовича, по национальности грузин, проживающих в Москве. Гебуадзе всячески пытается вернуться в республику Абхазия и установить свое влияние и позиции, поддерживаемые грузинскими преступными кланами, что идет вразрез с интересами местного криминалитета. В справке, составленной начальником управления по борьбе с организованной преступностью МВД Абхазии Мухаммедом Кужевым, содержалась информация о конфликтах гудаутского клана с другими криминальными авторитетами, в том числе с Тимуром Гвасалия, Тимуром Ахуба и Тенгизом Лакирбая. В основе всех конфликтов – борьба за сферы влияния и так называемый воровской общак. Весной 2019 года в СИЗО в Дранда очередной раз происходили конфликты за сферу влияния между двумя этими преступными кланами и их сторонниками. В СИЗО на содержание прибыли участники преступного сообщества, поддерживаемый так называемый Сухумский клан воров, Чкадо Эрик Юрьевич, 79-го года рождения, житель города Сухум и Бгамба Беслан Тоддович, 82-го года рождения, житель города Сухум. На тот момент в СИЗО полностью так называемое положение контролировал гудаутский клан воров в законе. Сторонники последних так называемых смотрящих города Гудауты – Бумба Астамур Гаревич, 87-го года рождения, житель города Гудауты, и Авец Багарих Иударович, 76-го года рождения, житель города Сухум, которые отбывали наказание за нанесение огнестрельных ранений. В результате словесной перепалки между ними произошел конфликт, переросший в драку, в результате чего жестко были избиты Чкадо Эрик Юрьевич и Бгамба Беслан Тоддович. Они были с травмами помещены на лечение в медсанчасть корпуса, где все время находились. В избиении участвовали Гумба, Авец Багарих Иударович и многие другие заключенные. Также они в СИЗО собрали своих сторонников и объявили всем, что с Чкадо Эрик Юрьевич и Багарих Юрьевич, и никто не общался. После этого Чкадо был переведен на лечение в больницу, а затем помещен под домашний арест. Адвокат Марина Таня высказала замечания в отношении некоторых сведений заглашенного документа. Якобы Чкадо был перемещен в больницу после имеющейся якобы драку, а затем переведен на домашний арест. Это абсолютно не соответствует. Я сейчас не буду вникать на основании, чьи показания здесь мы сидели, слушали, имеются материалы. И защита представит соответствующие доказательства несоответствия этой информации в данном документе мы представим. Но вот это хотелось бы, чтобы вы отразили в протоколе, что здесь изложено несоответствие действительности. Прокурор Даур Амич поогласил протоколы выемки видеозаписей и видеорегистраторов с КПП компании «Аквафон» и автомойки «Сухум». По этим записям следствие установило маршрут передвижения черной «Тойоты Прада» в день убийства. Кроме того, суд заслушал рапорт службы госбезопасности о местонахождении Эрика Чкадоа в этот день. От оперативного источника были получены сведения о том, что 22 ноября 2019 года примерно в 3 часа дня по улице Аргун была замечена автомашина марки «Тойота Прада» черного цвета с госномерными знаками Т010ТТ АБХ, принадлежащая Чкадо Юрию Грантовичу с 49-го года рождения и являющимся отцом Чкадоа Эрика Юрьевича с 1978 года. В ходе перепроверки указанной информации на предмет нахождения Чкадоа Эрика Юрьевича в указанном районе был проверен анализ камер видеонаблюдения, охватывающих выезды и заезды по улице Аргун. Таким образом установлено, что указанная автомашина в 12 часов 4 минуты фиксируется камера расположена на перекрестке улицы Гумистинская и улицы Эшба по направлению улицы Аргун, откуда позже в 15 часов 6 минут также вышеуказанная автомашина движется по направлению выезда указанной улицы. Указанная автомашина фиксируется в указанный период времени на камеры видеонаблюдения, расположенных на пересечении улицы Агрба и улицы Аджба по направлению улицы Аргун. Вероятность того, что Чкадо Эрик Юрьевич мог управлять указанным выше автомобилем с целью скрытия со своими сообщниками подтверждается и отсутствием его отца Чкадо Юрия Грантовича на территории Республики Абхазия, так как, по имеющейся сведения, последний выехал на территорию Российской Федерации 20 ноября 2019 года в город Москва. Суд также заслушал протокол осмотра черной Тойоты Прада. Документ называется «Осмотр места происшествия». Адвокаты высказали замечание. Во-первых, сам документ. Осмотр места происшествия. Какого происшествия? Непонятно. Там было какое-то происшествие? Протокол называется «Осмотр места происшествия». Где было какое-то событие, в данном гараже никакого события не было. Это первое. Второе. Обратите внимание, никаких следов, ни крови, указывающих какое-либо преступление следователь не установил. Однако же изъял и до сих пор стоит в штрафплощадке. Ничего обратить ваше внимание на тот формализм при проведении следственных действий, который допускался следователем следственной группы прокуратуры. На самом деле автомобиль, который был изъят, попал где-то в камеру. Кто был заражен, что делал, куда ехал, ничего не понятно. Но тем не менее его приобщили как вещественное доказательство по данному делу. Прокурор огласил требование информационного центра на подсудимого Димура Ахалая, ответ на запрос по нему из наркодиспансера, личную характеристику от главы села МЭК, рапорт о составлении композиционного портрета на человека, который приобрел белую Toyota Mark II, а также оперативную справку СГБ на Димура Ахалая. В ходе проведения оперативных мероприятий, направленных на идентификацию лица по предоставленным вами композитным портретам, приобретавшего автомашину марки Toyota Mark II, 4 октября 2019 года, в поле зрения попал Ахалая Димур Ревазович, 5 января 1984 года рождения, уроженец и житель села МЭК, Ачимчевского района. По имеющимся оперативным данным, Ахалая Димур Ревазович состоит в близких, дружественных отношениях с разыскиваемым Чкадоем Эриком Юрьевичем, подозреваемым в убийстве Абитс Башамба Киртава. Также были получены сведения о том, что незадолго до совершения указанного преступления Ахалая неоднократно был замечен в окружении Чкадоев Ганба в районе места проживания последнего. Из характеризующих сведений в отношении Ахалая можем сообщить, что последний ранее являлся сотрудником ССН СГБ РА, где был хорошо обучен введению тактического боя, располагает хорошая физическая подготовка, и в период несения службы был охарактеризован как хорошо подготовленный боец, был уволен за употребление наркотических средств. Также были получены подтверждающие оперативные данные о том, что Ахалая Димур Ревазович после увольнения из органов государственной безопасности выехал на территорию Российской Федерации, где преследовался правоохранительным органом за совершение разбойных нападений. Защита и гособвинения обменялись замечаниями по оглашенному документу. Здесь обозначено то, что я думаю, дружеские отношения с Ахалаем, это абсолютно несоответствие действительности. Я не могу сослаться на те документы, которые пока не обрушены, но могу сослаться на свидетельское показание, которые здесь были обрушены, здесь все судебные расследования. Это абсолютно противоречит действительности. В меня Ахалай не состоял в никаких отношениях с моими подзащитными, то есть чикарными и табли. На данном этапе мы совершенно согласны о том, что сказала Марина Георгиевна, но впереди так категорично, я считаю, что некорректно говорить о их взаимосвязи. Вот Афтандил Иванович чем более категорично высказался, впереди будут материалы, которые говорят о тесной связи, дружеской связи, поэтому на данном этапе я бы воздержался. Ахалая конкретно Ахалая Демура Ревазовича с Чкаду Эрика Юрьевича. Если быть точнее, то, например, их несовместное наркопотребление. Суд заслушал два протокола предъявления лица на опознание. Свидетели Палаванзия и Ншанян в ходе специальных процедур опознали подсудимого Демура Ахалая как лицо, купившее белую Тойоту Марк 2. Палаванзия осмотрел предъявление для опознания лиц и заявил, что в лице, находящемся под номером 1, соответствующей табличкой под номером 1, он опознал молодого человека, который 4 октября 2019 года приобрел на авторынке в районе Универсам автомашину марки Тойота Марк 2 белого цвета у ее хозяина Ншанян Артура. Очевидцем процесса покупки являлся лично. Опознают указанного человека по росту, скулам, форме, прически, цвету волос и телосложения. Результат опознания номер 1 Ахалая Демур Ревазович. Адвокат Марина Таня высказала замечание к оглашенным протоколам. Хотела бы обратить ваше внимание, уважаемые. Суд вообще, насколько они схожи, они настолько высшие, вполне имеют соответствие, не знаю, вес, рост и так далее, и так далее, волосы. Это мои замечания. Дальше более. Хотелось бы еще раз отметить на то, что ведь программы являются сотрудниками заинтересованным лицом. Это первое. Второе, на что хотела бы обратить ваше внимание, на оппоненты, которые принимают участие, и там, и здесь, то есть повторяется, то есть неоднократно. Дальше, ну, третье, просто для сведения, что Нишанян, уважаемый Нишанян, через некоторое время, там, спустя месяц, два месяца стал сотрудником. Служба безопасности, МВД, МВД, по-моему. Тоже для сведения, насколько это лицо было заинтересовано. Заслушав более 30 документов, суд завершил изучение материалов, содержащихся в 4, 5 и 6 томах уголовного дела. В ходе следующего заседания, которое состоится 10 мая, будут оглашены материалы следующих трёх томов. Всего в деле 33 тома.